а ясновидение это грех смотрите интерпретация греха что такое грех вообще вообще откуда оно пришло как мне кажется грех это средство или слова манипуляций и она в данном случае проявляется или выходит из церковных уст если мы говорим вообще от церкви то инструмент или политика церковная она заключается в том чтобы монополировать абсолютно сознание человеческие для того чтобы а зарабатывать а б манипулировать это некий институт или некий некая маркетинговая система которая веками строилась для того чтобы обогащаться и для того чтобы манипулировать имея естественно государственную власть и во время инквизиции естественно эти процессы были настолько ярко выражены что инквизиционные процессы ли слова намного было выше чем слово короля поэтому еще неизвестно что является грехом потому как иисус говорил что не молитесь всяко молитесь духе это говорилось о том чтобы мы молились сердце и никто не говорил что нужно строить храмы для того чтобы церкви для того чтобы это молиться иисус говорил о храме божественном это наше сердце вот о чем он говорил но естественно материализация сознания наших говорится вот пастырей ведущих да она проявилась немножко в другой плоскости и была создана вот эта вот маркетинговая система управления человечеством при государственной власти которая таким образом разрослась до реальных университетов где собственно говоря свое предприятие свой бизнес и таким образом они уничтожают все то и на настоящем тоже происходит уничтожение через вот вербализацию эти процесса что такое грех атом значит и все остальное то есть это и процесс который раз связан с уничтожением мнения которые идут в рознь с какими-то христианскими канонами опять же христианство далеко и как любая вера далеки от веры если мы говорим допустим христианстве но молодой ему 2000 лет если мы говорим о том что такое ясновидение или если допустим и говорим о каких-то духовных аспектах то это история уходит вглубь когда еще самых начальных этапов своего развития человечество пользовалась тем что она поклонялась солнцу луне я поклонялась стихиям поклонялась значит божеством таким образом приобретилась некая функция управления этими энергиями но и это знаете как вот что мне напоминает есть такой скромный предприниматель который занимается бизнесом никого никому не мешает дает рабочие места зарабатывать ровно столько сколько ему нужно и при этом очень довольный до появляется личность которая имеет очень много денег и покупает всю маркетинговую систему эта личность монополизирует абсолютно весь бизнес касательно этого направления в котором участвует мелкий предприниматель и таким образом убирает абсолютно всю конкуренцию уничтожая всю конкуренцию значит пространстве этого бизнеса то же самое делает церковь она уничтожает конкурентов инакомыслящих которые якобы дают некую проекцию или другую плоскость восприятия действительности которая решает сознание им это не выгодно зачем это это институт управления которому выгодно держать людей вот так вот в рабстве да значит на уровне греха для того чтобы естественно искусственно манипулировать храм души он в нашем сердце поэтому нужно думать что это церковь это как бы до представительство бога на земле это все предприятие это та же индустрия зарабатывания денег как и в бизнесе как и во всем это политика власть поэтому я это лично мое мнение друзья по отношению к тому что такое грех и что такое не грех и если мы говорим о ясновидении то это не просто да который пришел значит просто спонтанно раз и пришел потому что мы избранное это накопление труд это работа которая пришла или опыт который пришел из прошлой жизни из прошлой жизни мы не раз занимались этими вопросами мы работали трудились мы изучали осознавали и в этой жизни он проявился как инструмент который будет помогать вам там человеку мне в достижении духовных каких-то целей а вот и не нужно говорить о том что это как бы дар который там пришел потому что мы избранное это процесс кармы это последовательные функции движения этой энергии которые в этой жизни нашли человека для того чтобы он еще больше значит смог через эти инструменты изучить говорится бытие до свое внешнее пространство и двигаться к духовным каким-то высшим позиция и и и и и и